Здравствуйте! Сегодня будет немного необычное видео. Я бы хотела вам показать несколько предметов из коллекции моей винтажной одежды 60-70-х годов. Я очень увлекаюсь этим временем, культурой этого времени. Всё, конечно, началось с музыки. Ну и, безусловно, я читаю очень много литературы различной по истории, по каким-то определенным культурным проблемам той эпохи. Ну и, конечно же, не обошлось без увлечения моды 60-70-х годов. В частности, хочу вам показать несколько костюмов, платьев, предметов каких-то одежды именно 60-70-х годов. У меня много нарядов стилизованных под это время. Я их не буду показывать, потому что тогда это будет просто бесконечное видео. Покажу вам настоящие винтажные вещи. И расскажу, как я их приобрела, где я их приобрела, и небольшие дам какие-то комментарии к моим нарядам. Ну, а хочу начать с этого платья. Это платье первой половины 70-х годов, французское. С него все началось, потому что это платье принадлежало моей маме. Ей его подарил ее дядя, когда он ездил в ГДР. Он там купил вот ей это платье, платье французское. Как раз мама вот буквально в этом году, когда он ей подарил, поступала в музыкальное училище. Вот, поэтому это где-то примерно 74-75 год. Вот, примерно такое время. Платье очень хорошее, мне оно очень нравится. Я очень много в нем ходила уже. Поэтому оно такое, ну, немножечко уже поношенное. Мама носила, я носила. Ну, оно мне очень нравится, на мой взгляд. Такое очень женственное, очень чистое. Чистое, настоящее такое вот именно девичье платье. И материал очень приятный, хороший. Ну, а далее я уже стала сама постепенно в интернете, во время путешествий, искать какие-то предметы одежды, связанные с этой эпохой, с моей любимой эпохой 60-70-х годов 20-го века. И как-то раз на сайте ebay я нашла прекрасные туфельки, выполненные замечательным дизайнером английским 60-х годов, Мэри Куанд, настоящим, настоящим, ну, гуру моды того времени. Вот эти вот туфельки, сейчас я вам их покажу. Вот так вот они выглядят. Это настоящие туфли Мэри Куанд. Мэри Куанд известна тем, что она вела в моду, я не буду говорить, что изобрела, потому что это достаточно громкое слово, изобрела, но вела в моду мини-юбки, вот эти цветные колготки, платья трапеции. То есть тот образ, вот 60-х годов, моды 60-х годов, твиги, да, и другие образы, они, конечно, в большей степени были созданы именно этим модельером Мэри Куанд. Вот эти туфельки, потрясающие совершенно, с металлическими набойками, я заказала из Англии, они практически были ни разу не надеванными. И вот тут, если вы присматриваетесь, знаменитые маргаритки Мэри Куанд, вот этот символ ее. Это как раз то, что является визитной карточкой, символом ее модного дома. Ну и вот такие вот очень миленькие туфельки, которые, я так полагаю, где-то в каких-то 60-х годах. Точно, к сожалению, продавец не знает, от какого времени принадлежат эти туфли. Он знает, что их носила, скорее всего, его бабушка. Скорее всего, его бабушка. Но, не знаю точно. То есть, найдены они были, скажем, как часто бывает на чердаке. Тут что-то они у меня отклеились, надо их приклеить. Ха-ха-ха. Да. Сегодня, пока я их доставала, они были... Слегка подошва отклеилась сейчас. А так, конечно, они идеально выглядят. Я вот эту покажу, которая не с отклеенной подошвой. Вот они, такие с металлическими бляшечками. Это вот туфельки Мэри Куант. Ну, а сейчас я хочу вам показать книгу. Это биография, автобиография Мэри Куант. Мэри Куант by Мэри Куант. Да, это вот англоязычная версия ее автобиографии звучит именно так. А это я купила на русском языке. Очень интересная книга, на самом деле. Если у вас есть возможность ее прочитать, где-нибудь найти, я ее купила на сайте Озон. Пожалуйста, прочитайте, потому что очень-очень нетривиально написано. Вся книга состоит из таких небольших эссе, очень таких реально коротких, то есть на две, на три странички максимум, который рассказывает не только о жизни Мэри, но также погружает нас вот в эту вот атмосферу Лондона, конца 50-х, середина даже уже, наверное, 50-х годов, хотя начинает он свой рассказ еще с эпохи ее детства, с военного времени. Итак, 50-е, 60-е, 70-е годы в основном. Как жил и существовал Лондон в это время? Как все обстояло, как обстоялись и дела, как люди мыслили, что они любили, как они одевались и так далее. Все это рассказывается в этой книге. Вот ее вот эта вот Маргаритка, Мэри Квант. И можно на фотографиях посмотреть. Она является, кстати говоря, также автором стиля, да, имиджа группы Rolling Stones. Да, вот вы видите сейчас, Rolling Stones изображены с музой Джорджа Харрисона и Эрика Клэптона Патти Бойт, моделью. Вот Мэри Квант еще. Не знаю, наверное, вам, наверное, не будет видно. Она знаменита была тем, что у нее такая очень короткая была стрижка. Покаре, сейчас у Битлз, ну как без Битлз, да, и вот она ее вот, это известная очень фотография. Мэри Квант вот в этих коротких платьицах. Она как раз тогда раскрыла всю прелесть красоту женских ног, показала впервые их. Итак, автобиография Мэри Квант. Ну, а я предстаю перед вами таком настоящем типичном платье 60-х годов. Вот если мы думаем о 60-х, то приходят в голову вот такие именно как раз платья. Свингующий Лондон, яркое платье в мелкую складочку обязательно, плитировочку. Где-то это середина 60-х, не конец еще. Само платье сделано в Америке, так написано на этикеточке, на ерлочке. Это американское платье, но приобрела я его в магазине Natural Vintage, в Northampton, да, в Northampton. Я вам оставлю ссылочку на этот магазин. Это просто что-то. Можно заказывать вещи через интернет. Магазин – райское место для любителя винтажной одежды. Море выбора, потрясающие все вещи, в отличном состоянии и стоят копейки. И владелец этого магазина, она же и продавец, она же и модель, она же и фотограф. Замечательная девушка, совсем юная Никола Уорлей. И с ней очень приятно общаться. Я уже после приезда из Англии много заказывала у нее вещей через интернет. Поэтому, пожалуйста, welcome, посетите ее сайт, ее магазин. Ну, а это платьице вот такое вот я купила как раз в Англии. И что было интересно, то, что оно вообще ни разу не надевалось. То есть, к нему даже было прикреплено, к нему был прикреплен ценничек. Да? Уже такой выцветший, уже такой желтый-желтый, старый-старый ценник. То есть, скорее всего, это платье было куплено. Но оно то ли не подошло, то ли не понравилось, то ли еще по какой-то причине ни разу не надевалось. То есть, его таким как раз в виде и приобрела Никола. Возможно, ей его отдали, подарили. Возможно, она его купила где-то, да. Но факт в том, что это платье еще ни разу не надевалось. И видно, что оно не надевалось. То есть, это правда. Хотя, конечно, те люди, которые покупают винтажные вещи, они априори согласны с тем, что им придется носить вещи, которые, скорее всего, были, ну, как в носке хоть какой-то, хотя бы небольшой промежуток времени. Итак, вот такое вот платье, пожалуйста. Я уже его несколько раз надевала, фотографировалась в нем, потому что платье просто волшебное. Кстати, я в нем как раз в Лондоне гуляла. Я постараюсь, если получится у меня, я не мастер, на самом деле, редактирования видео, я все его, к сожалению. Если у него получится прикрепить фотографии, я прикреплю хотя бы одну фотографию в Лондоне, где она, естественно, перед Букингемским дворцом, где я еще могу сфотографироваться, стою вот в этом платье. И вот такое ощущение ходить в платье, которое вот должно было быть в Лондоне, оно у меня ассоциируется вот именно Лондон со 60-ми годами, с 65-66, 67-й год, Англия, вот именно свингующий Лондон. У меня с этим ассоциируется Англия, прежде всего. И вот выйти на улицу, проехаться в метро в таком платье было просто невероятное счастье. И люди смотрели, люди видели, люди понимали, что это, конечно, немного из прошлого. Но какое счастье было пройтись по, скажем, Сохо, по Каннеби-стрит, Сохо, Челси и так далее, именно вот в этом платье. Для меня это вот, вот для этого, это как раз для этого я и покупаю эти вещи, чтобы немножко, немножко себя хоть как-то погрузить в эту эпоху, отождествить себя с этой эпохи, чуть-чуть почувствовать себя частью вот всего, всей этой истории великой, потому что мы только всего лишь маленькая крупица вот в этой бесконечной линии времени. Так что вот такое вот платье. Сейчас вам покажу еще одно платьице, тоже купленное в этом же самом магазине. Но оно уже будет начало 70-х годов. О-ла-ла! Как вам? По-моему, здорово. Я просто влюбилась в это платье, когда я его увидела. Еще на вешалке. Вот эти вот прекрасные такие вот ряночки, да? Здесь вот видно вам темно-синие детали. Такой приятный желтый цвет. Вот эта вот талия. Достаточно свободная юбка. Кармашки. Прекрасное платье, сарафанчик такой на лето. Начало 70-х годов. Волшебное просто. Тоже приобретено это платье в Англии, в этом же самом магазине. Вот сейчас я вам покажу карточку из этого магазина. Вот как он называется. Нотшел Винтэдж. Здесь есть и контактные данные его. Но я размещу в описании, в принципе. Могу это сделать, чтобы мы могли заглянуть. Прекрасно просто. Ну и вот такое вот платье еще. Просто тоже необыкновенное. Именно благодаря своим сочетаниям цветов. Не уверена, что камера сможет правильно запечатлеть цвета. Он перебрет какие-то. Но тут и вот такие вот сиреневые, лиловые, темно-зеленые, красные, черные, естественно, цвет. Разные оттенки зеленых здесь и синих. Даже забавные такие детали. Здесь вот петелька такая вот лиловая, здесь красная. Вот такое вот платье. Начало 70-х тоже годов. Там царь 60-х, начало 70-х. Скорее всего, все-таки начало 70-х. Мне оно очень нравится. Я была в нем на концерте Джона Мейла, когда он приезжал в Санкт-Петербург. Так что такое у меня вообще воспоминание с ним связано особое. Поясочек. Вот такой вот здесь идет. Вот, да, его можно, в принципе, на пантик, его можно и просто завязывать сзади, без разницы. Очень все приятных материалов. Я не очень хорошо реагирую на синтетику, а здесь все такое очень натуральное, все такое приятное. И вот эти рукава, фонарики. О, боже. Это все мне очень нравится. И цвета мне идут. Я думаю. Ладно. Значит, с платьями все. Значит, у меня платье, вот то, которое я показала, с ромашечками маленькими. Это платье, которое мне досталось от моей мамы. Потом платье красное. Платье ту желтое с синими деталями. И вот это вот платье, которое тоже, кстати, сделано в Америке. Made in California. Написано, по крайней мере, на ярлычке. Ну, приобретено по интернету уже. То есть, я уже заказывала, сидя дома. Знаю все свои размеры. Я просто-напросто сравнила с теми размерами, которые были там даны на сайте. И вот поняла, что это платье, скорее всего, мне пойдет. Вот такая вот юбочка. Конца 50-х годов. Сшита явно у портного, да? В отелье, возможно. То есть, не магазинная вещь. Не имеет ярлычка. Роскошная просто. Посмотрите. Такую сейчас уже не купишь. Я вам могу гарантировать. Я пошла в очень много магазинов. В поисках вот такой настоящей шерстяной юбки. Шотландской клетки. Все только такое маленькое. Минимум ткани, минимум работы. Такую, конечно, юбку найти практически невозможно. Вот такая вот вещь. Купила я ее также в Англии. Слава Богу, она мне подошла. Налезла на меня в талии. Конечно, вы видите, достаточно узкая юбка. Но она мне подошла. Вот эта вот кузочка, этот жакет. Он пришел мне по почте позавчера. Вот такой вот квадратный в крое, да? Это Англия. Середина 60-х годов. Направление молодежной моды. Мод. Легендарный. Я давно хотела такую квадратную куртку. Ох, это моя страсть, конечно. Это время. Я засмотрелась фотографиями из интернета, какими-то клипами. Вот эпоха Битлз. Чуть-чуть позже, чуть-чуть раньше вот это время. Именно в Англии, в Лондоне было популярно такое направление. Молодежной культуры. Много музыкальных групп. Придерживалась этого стиля. И вот у меня теперь тоже есть такая потрясающая курточка. Квадратная, как вы видите. Но она прекрасная и смотрится в расслабленном состоянии. Я покупала в интернете. Поэтому, естественно, 100% размеры свои подгадать я не могла. Но вещи всегда, вот когда вы пытаетесь что-то купить такое уникально, все вещи в единственном изыпляре. Поэтому нет такого, что купить немножко на размер меньше, на размер больше, увы. Поэтому, конечно, она немного в ней великовата. Чуть-чуть бы она была бы поменьше, было бы вообще идеально. Но бог с ним. Сейчас я вам покажу, как она выглядит изнутри. Какая с подкладки. Тоже без елочка, кстати говоря. Возможно, тоже сшита была в ателье. Прекрасная вещь. Просто прекрасная. Сейчас вот как раз вот чуть-чуть, чуть-чуть еще подождать, пока еще потеплеет. И буду ходить вот в этом жакете просто с большим удовольствием. А сейчас, не выключая видео, я хочу вам показать еще один жакет, который я купила уже в Ирландии. В Дублине. Вот так вот смотрится на вешенке. В декабре этого года я была в Ирландии. И специально заранее проверила адреса магазина с винтажной одежды. И в Дублине, в центре города я вот приобрела такой вот жакет. Очень известная фирма. Тот, кто увлекается винтажом, тот знает ее. Пеннентон. Да, это тоже американская фирма. Фирма, которая специализируется в основном на таких вот жакетах, пижаках мужских. И вот такая вот вещь. Но это уже более позднее время. Это где-то 80-е годы. Начало. Видите, накладные плечики здесь. 80-е такие. Но цвет, цвет просто роскошный. Конечно, возможно, не с этой вот кофточкой надо носить. Но тем не менее. Хотелось просто, чтобы такое нейтральное надеть. Подниз. Вот такая вот вещь. Такая вот вещь. Очень психоделическая, настоящая, аутентичная. Вещь из где-то 67-го, 68-го, 69-го года. Джимми Хенрикс, Джанис Джокерн Крим, Ранни Пин Флойд, До Дэвида Гилмера, Сибарет. Как раз могли иметь подобные вещи. Я не знаю, как это назвать. Вообще, это идет как кодж, то есть плащ. Конечно, напоминает нам стеганный халатик. Особенно, когда вы состегнете пуговицы. Это точно выглядит как халат. Смотрите, у меня халатик есть красивый. Но, конечно, это не халат. Это реально то, что носили в эпоху психоделики 67-68-й год, Лето любви, Монтеррей, Лудсток, 69-й год. Да, такие вещи носили. И я не знаю, зачем я это купила. Я не представляю, как можно в этом выйти на улицы Санкт-Петербурга. Хотя, разочек я выходила. Было, кстати говоря, без проблем все. Это было такое очень... Это был обычный такой серый дождливый осенний день. И тут появляюсь я, хожу в маршрут, в такой вещи. Просто я создала себе соответствующее настроение. Не знаю, как уж я там создала, не создала ли я настроение для моих соседей, попутчиков. Тем не менее, это было достаточно весело пройтись по Петербургу вот в этой вещи. Конечно же, я тоже была во всем черном. Параллельно в других брюках, в другой косточке. Но именно с черным это смотрится хорошо. Такое вот совершенно просто волшебное. Волшебная вещь, я не знаю, как правильно назвать это. Давайте будем называть его плащом. Волшебный плащ, смотрите, как он сделан. Какие пуговицы чумовые. Розовая подкладка, боже мой. Кармашки. Невероятно просто. Просто что-то такое. Калифорния, конечно, Калифорния. Где еще могли в таких вещах показаться люди. Я думаю, что какой-нибудь, скажем, Артур Ли, да, из группы Love, который как раз в Калифорнии в это время свои альбомы записывал. Я думаю, что на его концерты девушки, возможно, и юноши приходили вот в таких вот... ...в таких вот плащах. Ну, это последняя вещь, которую я хочу вам сегодня показать. Вот как раз вот этот вот плащ, это пальто, пришло мне позавчера. Убийственное. Просто убийственное. По интернету заказывала тоже. Конечно, не совсем мои размеры, но бог с ним. Это сделано было на заказ. В свое время. Непонятно когда. То есть, к сожалению, касательно этой вещи, Никола, она затрудняется, когда могло быть создано это пальто. Возможно, 70-е, возможно, 80-е. Скорее всего, 80-е где-то. Хотя, не знаю, мы не знаем. Но сделано оно было на заказ. Очень хорошо, очень красиво. Видите, мотивы а-ля Versace. Солнышко, 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 не уходи, пожалуйста, освети меня, освети мой роскошный цвет. То, мне кажется, сейчас солнце погаснет, и все. И мы погрузимся в вечную темноту. Вещь просто такая тоже вообще для Петербурга, я считаю. Буду ходить среди людей в серых куртках и синих джинсах, черных блюках, зеленых куртках. Буду ходить вот в такой вот роскошной вещи. И радоваться. И пошел, что у нас тут? Лево Уинк. Прям как специально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Спасибо большое, что вы были со мной Спасибо, что смотрели это длинное видео Спасибо, что не выключили Спасибо, что прощаете мне мои косяки Во время записи Не обращайте внимания на то, что я запинаюсь На то, что я смотрю наверх Как мне делают некоторые люди замечания Большинство людей стараются это игнорировать Маша не закатывает глаза к небу Но смотрю я на небо всегда Спасибо, что принимаете меня такой, какая я есть Надеюсь, вам понравились мои причуды И я надеюсь, что также Что какую-то пользу моё видео для вас оказало Возможно, вы посетите эти веб-сайты И что-то по себе присмотрите Ну, мало ли Ну, а на этом я с вами прощаюсь И желаю вам прекрасной-прекрасной весны Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok